В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Спонсор программы. Профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Я люблю тебя, как пуля, сердце. Как вино моей белой рубашки. Я люблю тебя, полной грузью. Ты, как выход из тела. Как первый оргазм. Как самое важное, но только в дециллион раз важнее. Его называют порнопублицистом за слишком откровенные тексты, в которых любовь оголена и лишена романтики. А герои стихов и прозы – содержанки, эскортницы, мамикин сынки и мажоры. Блогер Василий Акерман не стесняется громких высказываний. Именно этим и цепляет буквально с первых строчек. Василий – это был такой персонаж, о котором я узнала осенью прошлого года. И безумно в него влюбилась. Влюбилась как публициста, влюбилась как такого харизматичного мужчину. Он такой, в принципе, бэтбой нашей современности. Поэтому захотелось познакомить наших гостей и Челябинск. В принципе, и с такими вариантами современной поэзии. Во-первых, современная поэзия – это то, что действительно развивается и то, что есть. Но это так не выносится на публику, как кино или какие-то другие виды искусства. Но мы изучаем поэтов, которые жили 100 лет 200 назад. А почему не начать изучать здесь и сейчас? Ведь вполне вероятно, что этих людей будут изучать наши дети, наши внуки в учебниках, а мы имеем возможность увидеть их воочию. Несмотря на то, что публицист только начал свой путь в литературе, его уже не просто узнают, но и цитируют и любят. Сегодня непростая будет, я думаю, публика с точки зрения того, что если, например, в Москве приходят люди только те, кто реально как бы следит, знает каждую мою строчку, то есть вот я прямо могу любую, да, начинать читать, они повторяют потом. Я думаю, что здесь большинство меня не знают. Они узнали недавно. И это, конечно, интересно. Вот, надеюсь, ни у кого нет камней, помидоров и тухлых яиц. Автор против ярлыков и навязанных амплуа. Кто он? Бэтбой? Либо же нежный романтик? Зависит от внутреннего состояния в конкретный момент времени. Да это я просто. Ну, вот я такой, я же человек, я не могу быть, я сегодня проснулся, у меня хорошее настроение, у меня все хорошо. Завтра, или к вечеру, меня как-то испортило, и я уже по-другому себя чувствую. Мы же все просто люди, у нас нет ни хорошего, ни плохого. Поэтому мне ничего здесь не ближе. Мне вот, я вот, вот, вот такой вот я. Встреча с читателями Василия Акермана часто маркируется ограничением 18+. Есть у него и жесткие произведения, которые возмущают и пугают, но и привлекают тоже. Интересно, честно, не очень отношусь нецензурно. Мы сказали, что там не все его произведения с нецензурной лексикой. А что все? Как у Бродского? А? Да? Ну, нормально. Главное, чтобы не как у рэпера Фейса, у меня сын слушает рэпера Фейса. Вот там прям неприятный мат такой, прям какой-то такой, меня, по крайней мере, задирает где-то в неприятные струны. А в принципе, ну, мат это нормально, если он в тему, если он такой не грубый какой-то, вполне. А как еще? В наше время по-другому не пробиться на самом деле. Если это не женщина и без определенных половых принадлежностей, мужчинам пробиться сложнее. Он сделал это отлично, не без средств женщин, конечно, да, он привлекает в свой блог знаменитых, опять-таки, в нашем времени актрис. И мне кажется, это очень крутая фишка, и он прям, он отличный маркетолог, я так думаю. Я считаю, что не нужно вообще отрицать, ну, нецензурный мат, да, это же тоже часть языка. Главное, как ты ее используешь. Если ты ее используешь, потому что нет слов, это проблема. Если ты используешь, потому что нет сильнее этого слова, вот это, я считаю, абсолютно нормально. Его интересно не только читать, но и слушать. И, скорее всего, такие его творческие встречи станут популярны далеко за пределами Питера и Москвы. А еще в планах у автора выход книги. Материал уже готов. Вопрос только в поиске издательства. Это Beauty Time. Прямо сейчас стильные решения. Три дизайнерские концепции модных летних образов. Сегодня дизайнеры тессуры вдохновились Диким Западом, с его ковбойским стилем, а также темой миссионеров и переселенцев. Кроме того, их вдохновили фольклорные мотивы и эпоха хиппи. Пример тому – асимметричное джинсовое платье, декорированное бахромой разной длины. Изящество этому образу добавляет тесьма, расшитая золотыми розами. Сочетание денима с золотом – далеко не единственный вариант для этой идеи. Оттенки бахромы и орнаменты вышивки в этом сезоне представлены во всем многообразии. Игривый и кокетливый образ подружки-ковбоя создан из льна джинсового цвета с белоснежной вышивкой-решилье. Нежность образу добавляет белая кружевная тесьма и бабочка на чокере. Вариациями на тему может стать лен с вышивкой любых оттенков, от деликатных до очень ярких, в сочетании с кружевной лентой различной ширины. Идея затронутая ретро-флером – романтическое платье из хлопкового фель-купе с длинной многослойной юбкой. Лиф-платье украшен кружевом с цветочным узором контрастного оттенка. Им же подчеркнут каждый ярус. Повторить все это можно в любых цветовых сочетаниях. Главное, чтобы вокруг было много цветов. Поскольку идея женственности – главная составляющая этого образа. Лето – пора модных экспериментов, время разнообразных нарядов и поводов их надевать. И как здорово, что все это только начинается. Проект «Доступная пластическая хирургия из Милана» – это консультации, операции, а также модные косметологические процедуры врачей из Италии. В их числе доктор Гайя – сертифицированный на территории России итальянский пластический хирург. Автор уникальной методики нитевого лифтинга. Член Европейской академии лицевой пластической хирургии. На его счету более 10 тысяч операций по коррекции лица и тела. Европейская эстетическая концепция. Курс на естественность и индивидуальность. Достойное качество материалов и высокий уровень медицинской помощи. Попасть на прием в Челябинске или Милане можно через врачей-координаторов Центра Арт-Медика. 775-19-88 Второй фестиваль органического образа жизни «Organic Nation» с 1 по 3 июня на озере Тургаяк. Трехдневный семейный праздник. Йога-практики с мастерами из Индии, США, Мексики и России. Лекции и концерты. Детская анимация и вечерние шоу-программы. Регистрация на сайте organicnation.ru Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. День библиотекаря. Праздник, который в нашем городе принято отмечать с размахом. Дежурные поздравления давно заменили впечатляющие ивенты с живой музыкой и арт-перформансами. 50 лучших сотрудников из разных библиотек города стали гостями торжественного приема. Приятно, что все-таки праздники такие существуют и для нас, для библиотекарей. Очень здорово. Это, во-первых, повод увидеть коллег, которые работают в других библиотеках. Это очень приятно видеть, что нас ценят, уважают. Вопрос у обывателя. Что же происходит с библиотеками в наш век аудиокниг и цифровых носителей? Библиотеки действительно меняются. Но не изменяя себе. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому сколько бы ни говорили, что время библиотек ушло, время бумажных книг ушло. Это не совсем правильно. Я говорю это не как библиотекарь, а просто как человек, достаточно долго проживший на свете и понимающий, что некоторые вещи, которые чем сильнее их хоронят, тем сильнее они становятся. Это сейчас информационные центры. Это и на нашей площадке, и еще на 11-й площадке города Челябинска работает проект «Библия няня» для самых маленьких наших читателей, начиная от года и до трех лет. И библиотеки — это и компьютеризация, конечно же, выходы в интернет только на полезные, на хорошие сайты, на обучающие сайты. Это, конечно же, и сотрудничество с детскими садами, школами. То есть библиотеки, они всесторонние и как бы очень, ну, разнопланово что ли работают. Челябинская областная универсальная научная библиотека, известная своими креативными проектами, в последнее время взяла курс на моду. Началось все с выхода календаря, для которого в модных образах снялись сотрудники-публички. А Всемирный день библиотекаря здесь отметили показом молодых дизайнеров. Впервые в библиотеке пройдет модный показ под названием «Интеллектуальность в тренде». У этого события есть некоторая предыстория. Мы в последнее время стали замечать, что у нас большое количество молодых людей сидят за книгами, работают. Они очень красивые, очень модные, очень современные. И, по-моему, книги их еще больше украшают. Через моду, конечно, можно выразить себя. Первое, привлечь внимание к своей личности, да? А потом уже заинтересовать общением, своим духовным миром. Я думаю, что да. То есть, если еще и обложка соответствует внутреннему образу, конечно, это шикарно. Студенты-дизайнеры в своих коллекциях отражают творчество писателей, художников, а также актуальных проблем нашего времени. Наши коллекции, мне кажется, очень хорошо соответствуют теме показа, потому что у наших коллекций, у наших ребят, которые проектируют коллекции, у них у всех есть так называемые творческие источники вдохновения, которые непростые, они обращаются к художникам, обращаются к произведениям поэтов, писателей, затрагивают проблемы окружающей действительности, там, социальные проблемы, ну и так далее, и так далее. И получилось так, что наши ребята, по сути дела, всегда затрагивают тему интеллектуальности. У меня идет психологическая тема, это возвышенная тема, это общее осознание человека, это депрессионализация личности в психологии. День библиотекаря больше, чем профессиональный праздник, ведь книга по-прежнему остается одним из главных источников знаний для каждого цивилизованного человека. Вы смотрите Beauty Time, далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Чистый небесный оттенок дизайнеры предлагают едва ли не каждый летний сезон. На этот раз нежный голубой институт Пантон называет Бэби Блу. Его прелесть в его универсальности. В лаконичном крое он может выглядеть по-деловому, в легких струящихся фактурах романтично. Прохладный голубой может быть востребован как в городском образе, так и в расслабленной курортной обстановке. Как в элегантном однотонном варианте, так и в характерном принтованном. Что касается сочетаний с другими цветами, беспроигрышный вариант белый или молочный. Более сложным будет выглядеть контрастная подача, например, с коралловым. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. Проект «Доступная пластическая хирургия» из Милана – это консультации, операции, а также модные косметологические процедуры врачей из Италии. В их числе доктор Гайя – сертифицированный на территории России итальянский пластический хирург, автор уникальной методики нитевого лифтинга, член Европейской академии лицевой пластической хирургии. На его счету более 10 тысяч операций по коррекции лица и тела. Европейская эстетическая концепция – курс на естественность и индивидуальность, достойное качество материалов и высокий уровень медицинской помощи. Попасть на прием в Челябинске или Милане можно через врачей-координаторов центра «Арт-Медика» 775-19-88. Это «Бьюти-Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Настоящее представление с театральным сценарием, музыкой, светом и танцами. В благотворительном спектакле «Мама» задействованы только юные актеры. Все средства, как и с первого нашего проекта, мы передадим благополучателям. Среди наших постоянных благополучателей – это детский фонд «Искорка». И в этот раз мы решили еще помочь фонду развития детского дворового футбола. Это желание самих детей. И мы сегодня делали, точнее, мы сегодня покажем то, что мы записали несколько дней тому назад на одном из генеральных прогонов. И это небольшой фильм, где дети рассказывают, зачем они участвуют в этом проекте. И, пожалуй, каждый второй говорит о том, что он искренне хочет помочь другому. По-моему, это хорошо. В предыдущем спектакле, когда был предыдущий благотворительный, мы много об этом говорили. И сейчас, когда мы обсуждали о том, что деньги со сборов пойдут на благотворительность, конечно, она была очень рада поучаствовать в таком большом мероприятии и помочь больным детям. Два месяца ежедневных репетиций – недетская ответственность и полный зал зрителей, в числе которых родные и близкие. Мы должны это организовывать, поддерживать детей, мы должны воспитывать детей наших, чтобы они понимали эту ответственность и делали свой вклад в это общее дело. Что мы можем сделать? Масштабом большой страны. Объединиться в единое дело во благо чьей-то судьбы. Каждый день репетиции. Уставшие, спешим домой. И пусть не актеры великие, но с чистой большой душой. Закончатся репетиции, премьера спектакля пройдет. И пусть наше дело и право обязательно жизнь спасет. Этот спектакль – настоящий праздник и для актеров, и для зрителей. В то же время это и повод поговорить на серьезные темы. Все сюжеты «Бьюти Тайм», новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда «Бьюти Тайм ТВ» благодарит партнеров проекта «Модный дом. Я», студию макияжа «Френды» и мидж-студию Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова